Подарки ко Дню Святого Николая получили и дети, пребывающие в местах лишения свободы. Как поздравляли таких подростков, расскажет наш корреспондент. Мелитопольская воспитательная колония – единственное в Украине исправительное учреждение для несовершеннолетних лиц женского пола. Здешний контингент – еще дети, их еще можно перевоспитать. И сотрудники делают все для того, чтобы они вышли на свободу полноценными гражданами и больше сюда не возвращались. Мы стараемся, чтобы про наших детей не забывали на свободе, потому что очень важен именно патронаж, чтобы не растерять все то хорошее, что мы вкладываем в них здесь. Накануне Дня Святого Николая поздравить девочек прибыл архиепископ Запорожский Мелитопольский Лука. В своей короткой проповеди успел сказать о многом, в том числе и что Николай, пожалуй, самый почитаемый святой в нашей стране. Это святой Николай, он никогда тебя не оставит, он никогда тебя не предаст. Какой бы ты ни был национальности, какого бы ты ни был возраста, благосостояния, он всегда идет, приходит к тебе на помощь. Дети всегда остаются детьми, а праздник – праздником. Поэтому к Новому году они готовят друг для друга небольшие сувениры, ждут праздничного меню и новогоднюю программу. Первое, к чему готовятся дети – это к праздничному спектаклю. Это находится под таким секретом, и дети стараются не рассказывать сценарий этого мероприятия. Возвращаясь к визиту представителей духовенства, стоит отметить, что это внимание и в праздники, и в будни очень важно не только для детей, но и для взрослых осужденных. Это очень важно в том, что люди видят, что их не забывают. Они видят, что они нужны нашему сообществу, и поэтому это помогает к ним в дальнейшем перевоспитании. В этом году количество подопечных Мелитопольской колонии существенно сократилось главным образом благодаря амнистии. Если в начале года их было около 70, то сейчас всего 28.